ДАЗ 2 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 Весьма интересная. 2.62. Но, опять же, как сказал Вася, если за Фарсиата Хаву этим пользуются, то перевернуть все могут прямо сейчас. Но, я так понимаю, Джейме тут досталась такая самая тяжелая роль, а именно роль саппорта. Закупает гранаты и тикл, а вот тиммейты с полноценными девайсами. И все это на длине. И уже X7 находит entry frag. Правда, Санжар был поблизости и моментально сравнивает ситуацию. И понимает, что нужно как можно ближе пройти к банке. Давать возможности вообще комфортно себя чувствовать здесь финном. У нас 2 игрока у Virtus.pro ответственные за точку B. Ну и, кстати, отдают длину. Решили сыграть вместе, в пары. А Хаву тем временем уже забрали под себя короткий. Да, и в миддл могут очень глубоко выйти на самом деле. Просто дигл и галилы это те пушки, которые в центре чувствуют себя очень комфортно. Откинув такой смок, ты вроде для себя плацдаром под базу B уже выстраиваешь. Ну и ребята из Хаву давят. Пока что миддл все еще слове находится на зигзане. Возможно будет какой-то десант или вроде того. Но по идее можно, знаешь, фейкануть. Мол, мы сейчас сплит B, отойти назад. Все-таки еще есть гранаты на вторую волну раскидки. Однако Киер собирает информацию и ловит чудотворные тайминги. Ты посмотри, он точно понял, что это не мид. Главное, чтобы не дал дизинфу. Потому что выход, скорее всего, будет все еще на B. Только уже не сплитом, а чисто через Т-шку. Ну вот как раз таки Virtus.pro думает, что все же это А будет. И выход на одного бустера, у которого закончились гранаты. Но такая позиция интересная, которая позволяет давать как минимум один фраг и после чего можно сместиться. Да, у бустера еще и кольц лучше. Здесь это круто, на самом деле. Кикер, ой, хорошо. Ну, кикер всего не божит, конечно, невероятно. Но и бустер в той самой позиции, правда, сносит голову. И особо ты не подстреляешься. Да и у кикер-то гранат нет, чтобы тебе помочь. По итогу минус еще один опорник. На колледи зори до одного хп. А он бомб по керри, кстати говоря. И если эту бомбу из него выбить, было бы замечательно. Но кикер с этим не справляется. В итоге ситуация 2 в 3. И открываться ребята из ВП будут, я так понимаю, с двух сторон. Хотя можно уже и о сейве задуматься. Такое обычно не ретрикается. Да, гранат нет. И по-хорошему-то 2 М-ки засейвить, перенести в следующий раунд. Ну, вот давал бы бустер хотя бы один минус. Я думаю, что у ВП были бы все шансы выйти на 2-0. Но не пошло, не получилось. В итоге Хаву сравнивают счет. Но надолго ли? Все-таки это серия форсов. И, возможно, на дасте она тоже будет у нас длительной. На самом деле этот турнир удивляет. Потому что я вот смотрел в последнее время много других тир-один матчей. И там, знаешь, вот это вот The Force просто. То есть ты отдал пистолетку, сделал форс. Форс проиграл, взяли Эко там и так далее. Ну, то есть команда, которая берет пистолетку, стабильно забирает второй-третий раунд. Здесь абсолютно все не так. Каждая карта, борьба нереальная за пистолетной серией. И Хаву огромные молодцы. Потому что они находились в раздумьях. Помнишь, то есть они еще думали, что, возможно, Эко стоит играть. Но в итоге их решение себя окупило. Ну, ВП тоже окупается весьма неплохо. Два кольта, скаут и кинтер, наверное, с пистолетом будет гонять. Да, оставил полторы тысячи себе. Ну, кстати, наверное, в праздник нам подарили форса против комплексити. В плане форсов, да, ответ. Там только в 14-м раунде у Поззана появилась снайперская винтовка. Там, конечно, был матч очень жаркий. В итоге Джейм работает через шорт. Прикрывал его с мочок. И подставлялся он под нижнюю тэшку. Киккерт в центре. Ну, и укрепление точки Б от Virtus.pro. Аккуратно действует Хаву. Занимают даблдорс. В банке у нас был игрок под номером 0 Литаджеми. Уже прошел за синий контейнер. И потихонечку готовят почву под А. Так это не просто почва, я тебе скажу. Это выигранный раунд практически, если Хави его сейчас надавит на данный сайт. Просто Даст это такая карта, где ты обязан либо Лонг брать на контроль, либо Зигзаг. Когда ты отдаешь и то, и то. Происходит что-то подобное. Правда, Хаву решили открываться по одному. Это печаль беда. Ну как, для вас печаль беда. Для Санжи это шансы, потому что одного игрока он уже выбил. Но далее подставляется по тот самый Лонг. И вот то, о чем я говорил. Вас просто берут в тиски и забирают по одному. Бустеру надо сейвить срочно девайс. Тикер будет его телохранителем. Но Хаву очень бодро действует. Мне понравился их форс раунд. То есть задумка была классная. На форсе мы идем под базу Б. А вот на анти-форс раунде мы отправляемся под А, где максимально дальние дистанции. И там с двумя девайсами очень тяжело ВП себя показать. Да один тем временем за финами. Один девайс на руках у ВП. И следующий раунд будет посложнее, наверное. Как-то в нем включиться. И хорошая возможность для Хаву выйти на 3-1. Вопрос только, когда появится та же снайперская винтовка у Джейма. Судя по всему, через один раунд. Причем АВИК действительно появится в единичном наборе. Хотя на даст, в принципе, с этапа с двух ВП тоже имеет место быть. И на самом деле, в дальнейшем мы его можем здесь увидеть. Но пока что Хаву кайфуют. Понимают, что третий раунд к ряду им смотрится к лицу. Осталось только его немного доработать. Там один кольт получается. Можно что-то с мидлом разыграть. И тут вспоминается Инферно, да. Где даже один девайс от ВП в руках Кикингра мог, конечно, спасти ситуацию. Брали они Томека. А вы обязательно берите все, что дает вам париматч. Во-первых, классные кэпы. Ну, а во-вторых, это, конечно же, замечательный розыгрыш. 20 тысяч долларов. И все это для вас. Кликайте на баннер под трансляцией. Стартует четвертый раунд. Три игрока от атаки уже готовы выходить по точку Б. Одного отправляют на разведку в нижнюю Т-шку. Бомба на Т-спауне. Первый контакт. Не залетает у Слоуи. В итоге у нас Virtus.pro стакуется под точкой Б. Диуайкс, кстати, находится тут же. Ну и Кикерт прожал банку. Ну, услышали, Кольт, только что. По идее, должны отходить. Там еще и Кикерт подставился. Поэтому нет смысла выходить на базу Б очень опасно. Мы понимаем, что там может быть и так стак, как бы. То есть четыре Юспа сами по себе весьма опасны на этих позициях. А когда ты знаешь, что там единственный девайс соперника, то тут, понятное дело, надо срочную ротацию оформлять. И главное, ВП на это никак не повлияют. Потому что Митл уже под контролем у Хаву. И здесь без каких-либо проблем можно перемещаться на зигзаг. Главное, финнам не ошибаться сейчас. Они всю информацию собрали. Можно спокойненько задавить тот же зигзаг. Граната у них достаточно. Но если пойдут на Б каким-то чудом, то я не знаю, что это за решение от финнов. И тебя не слышали, как Коль стреляет в их направлении? Сможет ли Бустер в очередной раз с одним девайсом вытащить раунд для команды? Полетел Молотов, флешки. Все, принимают все это дело Virtus.pro. Первый действует Санжи. Залетается неплохо. Джейм помог. Эриал на пару с Х7 находят коп врагу. В итоге расконтролили Екиндера. Ну и Джейма также забрали. 3-1. И у Джейма 6000. Снайперская винтовка. Влетает в любом случае для него. И раунд за два для ВП. Очень такой важный и сложный. Ну, важный и сложный. Но я думаю, Джейм тут внесет свои коррективы однозначно. Все-таки АВИК. И причем снайпер команды Virtus.pro. Он обычно очень мобильен сам по себе. То есть очень много опций, чем он может заняться. Благодаря снайперской винтовке можно спокойно занять лунг. Можно пикнуть мидл. Бусты и не раз мы через ванвайс-маки видели. Но ВП действует именно исходя из первого варианта, который я произнес. Именно контролит лунг. А вот Хаву решили надавить на мидл. И пока что, кстати, мы ни одного раунда с тобой не видели. Знаешь, чтобы Хаву прям ходили на длину, допустим. То есть по КД у них три игрока в Тэшке. И все это дело оборастает таким дефолтом. Еще не вечер, как говорится. Они только готовят всю эту почву. И я думаю, что где-то точечно они все-таки попробуют ворваться. Посражаться за эту позицию. Но у них пока и без этого все неплохо получается. Тем более теперь есть АВИК и для Зори. У них шикарные ресурсы. Они могут перезакупаться смело. А вот Виртуз Про у них все намного хуже. И вот Санжарта уже находит в центре карты. Откидывается смок молота в Сити. Можно перетягиваться снова через Шорт. Идеальное решение. Тут всего лишь один Якиндр. Скидали его гранатами. Ну и сейчас просто Молик будет сзади. Молик спереди. Приятаться остается только в смоках. Либо на гусе как раз таки. Хотя Якиндр даже в такой ситуации находит минус. Но его моментально спривают. И два игрока Сити здесь уже не бойцы. Отличное решение от Хаву. После нахождения Энтри они решили спайкануть. Что выходит на базу басплитом. Сами побежали на А-сайт. И честно говоря я не верю сам своим словам. Но финны берут четвертый на Дасте. И сейчас они очень сильно мне кажется трепят нервишки фанатам Виртуз Про. Потому что матч я напоминаю на вылет. Эта карта является решающей. Во-первых они ослабили немножко понимание. Как по мне у Виртуз Про. Заставят сейчас ВП что-то придумывать под этот шорт. Где-то возможно играть более агрессивно. И это дает более вариативные атаки для финнов. То есть они могут подключить и те же перетяжки под Б. Да, миддл плюс тэшка верхняя. Поэтому здесь нужно какой-то легкий раунд для Виртуз Про словить. Где у всех залетит и там ты потеряешь по минимум девайсов. Без этого мне кажется будет тяжело сейчас вернуться. Ну да, экономика является очень важным ресурсом на самом деле. Но пока по Энтри у Хаву хорошо. То есть в девайсном раунде на Форсте они это показали. И как мне кажется на Дасте вот этот момент нахождения опен фрага. Он крайне важен. Почему? Вот допустим защита дает Энтри. Она уходит достаточно глубокий дефонс. Там по типу 2 плюс 3. Очень тяжело до выхода разменяться. В атаке обычно то же самое. Ты находишь опен фраг и защита. Но вот что делать? У вас лонг статичный. Вы не можете никак найти для себя какой-то выгодный размен. Но в итоге Хаву ты посмотрели. Решили сидеть на двух стульях. Надавить и на лонг и на базу Б. Но встретили огромное количество гранат. И по итогу такие. Ладно, что-то у нас не идет вот это вот все ваше топорное. Давайте отправимся назад и сыграем дефолт свой привычный. Который у них работает. И на самом деле как и гамбит в свое время. Зачем что-то менять? Если страта работает, то можно повторять это раунд за раундом. Очень мобильно в этом раунде действует Virtus.pro. Они вчетвером изначально были на лонге. Одного под Б. Оставляли. В итоге сразу же стянулись в центр. Наказывают уже и Киндера. Снайперская винтовка Джейма здесь. Но Зори заметил. И Слоуи сейчас может открыться под флешку. Идеальное решение. В итоге чудом отпускает. Правда ненадолго Джейма. Но и пока что центр просто без каких-либо шансов забирают Хаву. Да, причем делают это уже раунд в третий подряд. И один раз было даже преимущество в УП по девайсам. Но это не сработало. Вообще на дистанции задумка от Медведей прикольная. То есть они сейчас не просто, знаешь, сыграли мобильно. Там показались на лонге. Показались Медли. Они сместили два девайса, которые у них были под базу Б, изначально спалившись на лонге. И на самом деле, если бы не было этих разменов, можно было Хаву туда забаять как-то на эти два вэпена. И возможно даже раунд взять. Ну а тут Санжар говорит, нужен мне твой коллаж, друг. Или одежда. Я не разорался. Но в любом случае будут они погибать. И для Хаву это выход на 5-1. И в дальнейшем смотрим, сумеет ли ВП вернуться. Потому что я вспоминаю тут твою историю. Про то, что они сыграли 1-4 за атаку. И потом не взяли ни единого в защите. Или взяли всего один. И вот сейчас история такая достаточно грустная. Только в обратном порядке. По-моему, даже не всего один. Ну, 1350 у Экинера. Я не знаю, что будет делать Верху Спрофт в следующем раунде. Но все-таки за счет того, что проиграли очень много подряд. Будут деньги. И очередное АВП для Джейма. Ну, вопрос только в решениях. Что есть у Вертус Про? Какой запасной план? Запасной план называется... Берем паузу, на самом деле. Хорошее решение. Верное. Сейчас, как никогда. Немного успокоиться нужно. Тут другое дело, что ВП, в принципе, я думаю, владеет огромным количеством сетапов на карте ДАС-2. И мне кажется, Джейма здесь не применили ни на 1% пока что. То есть он в дефолтном поинте стоял. На самом деле, опять же, можно в шорту отправить, пытаться. Можно в мидле найти пиков. Кстати говоря, да. То есть если оппоненты каждый раз играют какой-то дефолт, у них 3 игрока на топ мидле. Ну, не 3-2. То есть может быть подсадка с этим ванвейд-смаком в двери, она прям может очень многое сказать, на самом деле, здесь. Ну и вопрос еще к второму авику. Потому что, на самом деле, под базу Б пока что хаву не особо-то вхожу. То есть они туда отправились в одном раунде и то. Ну, это был форс для них. И мэйби вот бустеру взять АВП, знаешь, чисто чтобы его оставляли там одного. Там проверили, оп, в Тэшне никого нет. Все, авик стоит у нас автономно. Мы вторая имна. Ну и появляется авик второй для бустера. Снова укрепления длинные. Запускают и киндера. Так, а у нас уже наказывают Санжи. И опять в очередной раз неприятное начало раунда для ВП. Остаются в меньшинстве. Нужно где-то рисковать. И киндер пошел в упор. Кстати, залетает снова без поддержки. Хорошо. 4 в 4. При этом два игрока у хаву в верхней Тэшке. Под Б также плотненько стоят два опорника. Вот в этом-то и проблема. В ситуации 4-4 на трейнере. Как-то хаву и ВП сумели, да, многие раунды потащить. Будучи в полетите по живой силе. С потерей одного игрока. Здесь очень тяжело. Потому что на дасте ты очень много позиций упускаешь. То есть сейчас для хаву свободен полностью мидл. Коридор через дигзаг на точку А ведет к победе. И тут как бы главное не ошибаться и не идти, допустим, на длину, которая под контролем и ВП. Сплит базы Б здесь смотрится отменно на самом деле. Сейчас раскидать мидл. Хлпы с точки А точно не будет. И ваша задача вчетвером пройти на Б. Поставить бомбу. И там в ретейке мы знаем, что на дасте очень тяжелые обычно. Но решили для начала килл поискать. Да, выходит центр контактом. Кикерт на сбор информации. В даблдорсе под Б. Ну и бустер с АВП на платформе. А Зори тем временем у нас забрал короткий. Такой фейк-смочок. Все-таки будет выход под Б 30 секунд. И сейчас все на плечах ребят, которые как раз-таки расположились на Б. Для них действительно работа предстоит непростая. Хорошая флешка, 20 секунд. В итоге наказывают ей киндера. А куда, куда, куда побежали-то? Девайс, что ли, забирай? Да ладно. В итоге Хав выходит на 10 секунде через окно. А тут сидит Кикерт, говорит, мне нужна бомба, друзья. А вот и она как наблюдится. Ну и даже если бы бустер тот погибал, на этом бы все закончилось. Хаву. Ну, очень странный раунд в плане таймингов, конечно. Ощущение, что то же самое они могли сделать секунд на 10 раньше. И вообще ничего не изменилось. Возможно, стало бы даже лучше. Опять все было идеально. Энтри фраг был на 1. И вроде мид свободен, но отожать немного не получилось. При этом ВП огромные молодцы, случайно. Они справляются с таким жестким натиском. Причем, если ты замечаешь, заслевили именно два драгостойчивых девайса. То бишь, это два авика. И закупаются весьма достойно. Но вот коэффициенты говорят об обратном. 2.15 на команду Virtus.pro от париматч. Мы, как и зоори, в этот раз попытка реализовать первый респаун безуспешно. И сразу же перетяжка под центр. Бурсы растягивают под B. Там упорная позиция от Якиндера. Единственная фармилка на руках ВП в этом раунде. И я думаю, что будет очередной медленный раунд от Хаво. Ну и при этом, раз оппоненты играют медленно, в защите можно проявлять инициативу. Вот такие вот пиковы находить. Но тут очень опасно было. Только ВП, я не знаю, были в полупозициях. Тут же прилетает флешка от финнов. И чуть было не похоронили здесь двоих. Но при этом славе все так же. Ищет антрекилл. А вот медведи решили отдать центров. Понимаю, что там толпа оппонентов. И очень нравится Хаво, как действует на тайминге где-то минуту. То есть постоянно они врываются в мидл. Прогоняют игроков одного на B, а другого на Сити. Кидают смог на КТ, соответственно. И просто нет информации УВП. Они переживают, то ли это точка B, то ли это А. И в итоге там дерганный просто Якиндр бегает влево-направо, не понимая, что происходит. Но Хаво решили удивить. Если ранее они постоянно заходили через зигзаг или на B с плитом, сейчас топорный выход будет через Т-шку. Кстати, Кикерта уходит. Бустер смещается в сайт глубоко. Возможно, очко. И точка B полностью отдается. И если сейчас Хаво уходит на B, то это, скорее всего, сейв. Смотри, что происходит. Уже подловили Кикерта. Бустеру придется разрываться не на несколько позиций. Кстати, с центра ушел игрок атаки. Но в итоге Бустера сейчас наказывают. Сейв трех девайсов. Трех девайсов уже ничего не придумаешь. Так же красиво в атаке. Хаво, вот если вспомнить на Инферно, ты вообще помнишь какие-то там задумки были? Вот ты помнишь хоть один интересный раунд на Инферно от Хаво? Я лично нет. И что они показывают на Дасте? Жесть. Слушай, вот эти фейки, выходы и какое разнообразие. Они нам показали уже, что за лонг, да, можно как-то контактировать. Можно через зигзаг, можно фейковать B, можно фейковать А. Сейчас вообще вышли через Т-шку. И вот как у них все это дело работает в плане распределения по раундам. То есть, насколько они начали напрягать точку А, сколько времени потратили, чтобы в атак выйти на B, это прям очень четко. И они абсолютно точно заслуживают счета 6-2. Но ВП сдаваться нельзя. Бай будет от них на последние деньги. Проигрывая следующий, Хаво могут первую половину забрать. Жесть. Это уже будет половина от того, что требуется, для того, чтобы выбить ВП на последнем месте в турнире. Кто вообще мог такое предсказать? Определенно, это будет сенсация для многих. Да и после того, какой матч мы видели первый от Хаво, в такое мало кто мог поверить. Ну вот смотри, очень классное решение от финнов. Они неоднократно проходили через Шор, да. И здесь они заставили поверить в Виртуз Про, что после провального выхода через центр под B, они снова вернутся к той стратегии. В итоге просто пришли через верхнюю Т-шку, сорвались опорники в центр карты. И вот такой вот нереальный такой, знаешь, настолько... Как вот... Ой, просто на загляденье. Как они зашифровали свой выход под B. Ну и пока что ВВП действительно огромнейшие проблемы в защите. Что делать, я, если честно, не знаю. Ну, в том-то и дело, ты говоришь, проблемы где? Правильно, в диффенсе. То есть в атаке-то они сумеют ответить. Я думаю, ВВП сейчас, в принципе, сыграв столько дастов против довольно сильных команд, как ты уже перечислял, Na'Vi играли, они и с OG, и с другими коллективами. То есть я думаю, у них явно в атаке проблем не будет. Но чтобы комфортно переходить в атаку и начинать уже свою доминацию и камбэк, надо изначально взять какой-то плацдарм в первой половине. Вот сейчас надо что-то придумать, знаешь, там, возможно, какие-то укрепления поделать, поугадывать. И, как ты и сказал, на Инферно иногда за одним раундом следует целая серия. Хавы могут где-то там себя уже и не верить. В слове, влетает в миддл, ожидал. Вот вроде как китерт, откидывает моментальную гранату. На тоненького было, но тем не менее. Слушай, финны в этом раунде прям набирают обороты. Темп от них нереальный, уже не контролит коробку. И, возможно, мы увидим какой-то быстрый выход от них. Возможно, дуэль снайперов даже будет. Но все-таки Джейм решил стрыгнуть и уйти на свою комфортную позицию. Истекивается под лонг помочь Сандже. Ну и на подъеме у нас Екиндер. У него есть три гранаты. Пока все отталкивается от Зори. Он ждет какой-то пик от оппонента. Ну, судя по всему, не дождется. Чуть больше минуты. Я так понимаю, выход пода в этом раунде от финнов. Принимать все это будет три игрока Virtus.Prom. Пока что раскидка в миддле. Слушай, возможно, даже одного игрока там на Сити куда-нибудь запустят или вроде того. О, хотят пик-оп найти, естественно. Два смака, ну вот она. Дизенфа полная. Непонятно. Санджи не может знать, что вообще происходит. Гранат летят. Да, никого особо не слышно. Потому что флешки тебя просто-напросто слепят здесь. Ириал проходит на Сити. Да посмотри. Они трутся бочками друг об друга. Санджи, как думаешь, кого ты сейчас уперся? Санджи! Да он же под тобой! Да ладно! В итоге Екиндер дает два, даже три минуса практически. И Санджи также проходит своего оппонента. Ну и по итогу Сори с Х7 здесь абсолютно ничего не сделают. Но какой же раунд забавный, слушай. Один в другого уперся. Хау тут тоже. На суматохе пытались как-то выехать. Фыканул в миддл. Но вот идти не получилось абсолютно ничего. И как же круто в этом раунде себя нашли ВП. Вот то, что нужно было для ребят. Взять такой вот, знаешь. Понятно, что не халявный. Сложно назвать это халявный раунд. Там Екиндеру просто приходилось, не знаю, что-то невероятное выдавать из своей позиции. Какие эти игры в смоках были у Санджи. Но в итоге они, не потеряв ни одного девайса, взяли этот раунд. И даже если они следующий проигрывают, можно будет перезакупаться. Это то, что нужно было в Virtus.Pro. И они смогли сделать. В итоге вот тот самый врыв через бину. Ой, ну тут опасно. Екиндер уже пал. Чуть-чуть буквально не хватило гранат. Такое ощущение. Еще бы одна флешка. И, возможно, Екиндер бы здесь подольше пожил. Отдали длину. И Хаву как раз-таки не делали этого ранее. И ВП к этому оказались не готовы. Ну, размен 4 в 4 более чем. Я думаю, ВП устраивается. Также АВИК стоит на сайте. Главное шорт сейчас отжать. И собрать информацию с Мидла. Потому что Хаву, вы знаете точно, что они минимум втроем на длине. По идее должны читать люркеров Тэшки. И там как-нибудь может Кикер его в дальнейшем и подловить. Но у Хаву много гранат. Слушай, тут целые молики. Да, нет, флешка абсолютно. Это плохо против снайпера. Но 3 зажигательные. 4 смока. Это прям очень сильно для того, чтобы всю огненную землю устроить по дейсайдам. Будут проходить через лонг. Втроем. Люрковать все это дело будет Эрил. Этот парень может навести суеты на центре карты. Кикер пока что просматривает Б. Все-таки ждет какого-то фейка. Ну и позиция от бустера. Джеймс АВП на шорте. Санджи откидывает молотов на подъем. Пока что прячется. Если Х7 здесь не дочекают. Ой, какая неприятная ХЕшка. 38 хп. В итоге времени все меньше и меньше. Нужно выходить. Прилетает молотов под бустера. Он, судя по всему, выживает. Но при этом забирают Джейма. Есть минус от бустера. 3 в 3 ситуация. Ну и тот самый Люркер сейчас контакт. Против игрока на центре карты проигрывает дуэль. Кикерт. Но бустер находит второй минус. Игроки защиты там бомбу нашли. Вот в чем проблема. Правда, сбрилили здесь Санджи. И в итоге последним остался бустер. Его жмут с двух сторон. Но время немало. Вырывает снайпера. Один в один против Каленова. Ириал. И это будет клач от бустера. Очень много он терпел на трейне. Очень много было неудач. Но Санджи хватается за сердце. А бустер улыбается. Потому что это квадрокилл в его исполнении. И команда Virtus Pro таким образом точно должна возвращаться в игру. Очень красивые, очень тяжелые раунды. Но главное, что сумели все-таки их взять. Ведь проиграв там предыдущий, да, или там еще был один раунд, Хаву могли вообще закрепляться нереально по счету. И это уже была бы разгромная первая половина. А так мы видим то, что в принципе Virtus Pro при таком счете 4. Это уже довольно неплохой результат. Молотов полетел в сторону банки. Загулял X7. Вроде как посочился в смачки. Там будет выход зигзага. Это самое главное. X7-то на себя просто батит. Итого, Хаву уже готовы показывать тот самый раунд со стороны Gambit, который помогал им выигрывать многие эти два турнира. Полетели гранаты. Зоня там Джейма тем временем. Сити вообще полыхает. И Джейм находит. Такий минус через кучу смаков и мориков, соответственно. А X7 не ждет. И киндер-то, посмотри, он не читает. Его под этим углом. Утоги две спины для X7. И шедевральные заход по спине по итогу получился. И вот опять же, сколько у Хаву раундов интересных. Сплит Б, фейк А, фейк Б, топорный выход на Б. Контроль длины, контроль шарта. Сейчас вот этот классный раунд, когда вы напрягаете лонг. ВП думают, что вы все длина, а вы в итоге шортфастом выходите. Но это же на загляденье раунды просто. Тут X7, конечно, забожил. Как он спрятался там чудом, просочился за этот угол. В итоге вообще полностью потеряли фокус на нем. И как итог, невероятные два фрага, которые приносят, во-первых, победу Хаву. И оставляют с не самыми однозначными ресурсами, с экономикой Virtus.pro. Ну, хотя бы снайперская винтовка есть. Но при этом 7-4 счет такой, знаешь, очень коварный, на самом деле. Мишки могут здесь зацепиться. Я думаю, им хватит 5-6 раундов, чтобы начать свое восхождение к высотам, соответственно, со стороны атаки. Джейм тут, ну, так, им вот хорошо все зашло. Первый килл дан, но слишком быстро тут тиммейты попадали. Отменный раунд, на самом деле. И главное, что Хаву вот этим диссонансом, да, когда БП не могут к чему-то привыкнуть. Обычно, знаешь, команды там, ну, играют вокруг длины. Вот они там лонг, 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 лонг ходят. И ты к этому привыкаешь. Но Хаву действует очень разнообразно. И в итоге, смотри, какое решение от Джейма. Покупается снайперская винтовка на все деньги. И теперь два века есть у ВП. Правда, одна снайперская винтовка была уже на длине потеряна. Очень круто получается вот эти вот пики. Не первый раз, кстати, Санжес решил прийти, забрать АВик. Не тут-то было, говорит Джейме. И снова меньшинство для ВП. Ребята, ребята думают, наверное, о сейве. Но Джейм вряд ли не сможет уйти. В итоге падает Кикерт. Джейм на гусе. И Хаву должны, в принципе, развернуться. По идее, да. Но как-то мы видели, помнишь с тобой раунд, где снайпер... Я не помню, правда, со стороны какой команды чуть было. Не перевернул подобную ситуацию. Но здесь Джейм пытается сам засейвить свой вэпен. Ну, мы помним, как бы, прозвище Джейма в свое время и вообще, как много ходило мемов про его сохранение девайсов. И на самом деле, это раунд тоже, который Гамбит нам часто показывали, где Шира. Но в РПАСе я от него видел раза 3-4. Когда у команды фул эко, знаешь, у него есть деньги. Он покупает АВП плюс армор. Абсолютно под ноль. Играя, делает пиков на длине где-нибудь и уходит на сейв. Вот тут от Джейма, видимо, похожая история. Я видел такие раунды от Джейма, когда он с авиком тащил, переворачивал, давал там 2-3 фрага. И в итоге это был плюс раунд. Ну, здесь не удалось. Неудачные пики банки. Что-то невероятное сотворили Хаву в этом раунде. Двоих через смок сбрили. Ну и как итог, первую половину забирает свою пользу. Ну и нужно Виртуз Про что-то менять. Тут слишком много проблем. Хаву пробивает мидл очень легко. Если пробивает мидл, ты сам видел, что там с базой Б происходит. О, здорово. Джейм даже не стал его убивать. Какая дисциплина от Джейма. Жесть. А мог бы сбрить и авик так-то. Но в любом случае там. У Хаву-то с деньгами все нормально. А вот ты свое сохрани, так скажем. По итогу, да, у Хаву просто получается проходить мидл. Ты сам видишь, что происходит на длине. Вот две проблемные точки, с ними надо что-то делать. Проблема в том, что финны бьют и туда, и сюда. То есть не угадаешь. Но на месте Зори и компании я бы сейчас попытался опять длину вскрыть. Ну потому что слишком хорошо получается. Да, возможно точку Б поджать. Я не знаю. Где-то там собрать преимущество. Ставить одного игрока. Очень тяжелая ситуация для ВП. Так душненько играют финны. При том, при всем при этом у них практически везде залетает. Ну по стрельбе классно. Но опять же это сайт, надо понимать. Тут еще и калаши и так далее. На второй половине все может повернуться абсолютно другой стороной. Но пока имеется возможность у ВП, как мне кажется. То есть обычно Хаву как делают? Они контролят мидл, и мы видим очень часто, что они отпускают коробку. То есть вот можно сейчас, допустим, с Анджи, если не будет никакой шумихи, поджать лонг там секунд через 20-30, попытаться зайти в спину, я не знаю. И с Тэшкой тоже самое, если шуметь не будут. Но бустер тут пока что просто собирает инфу, и Хаву решили прям такой контроль мило провести. Видимо, ожидали какой-то агрессии зигзага или с центра, но ВП. Играют стабильно, занимают свой лонг и пытаются вот как-то от дефолта здесь что-то придумать. Да, максимально аккуратный раунд. Они понимают всю ответственность, что у Virtus.pro там с экономикой всегда беда. И постараются провести свой фишечный раунд. Какой-нибудь ювелирный. Игрок с бомбой стянулся, кстати, на центр карты. Зори под прикрытием идет в сторону позиции Short. Ну и под BX7 здесь создает небольшой кипиш. При этом сдерживает на себе двух игроков Virtus.pro. Это, кстати, круто. Но он еще пытается, видишь, смок выманить. Ему до сих пор его не откинули. Кстати говоря, пиков, возможно, будет там джимп, а что-то как агрессивно в Тэшку, лол. Я подумал, он пикать там будет. Но, тем не менее, побатил X7 на себя внимание, и мы видим, что планируется раскидка точки А. Но проблема в том, что вы не выманили гранаты. И сейчас на ней ставите. Вот это первая зажигательная. Там еще два смока имеется. И еще один молек. Поэтому на точку А, мне кажется, Хаву уже выходить не стоит. Но они туда вернутся. И ты посмотри, как будет неприятно. Им сейчас зажигательная прилетает на 20-й секунде. И выход будет на 12-й где-то. Тут всего лишь два игрока. Если кикер под смачками неплохо сработает. Кстати, потеряли уже Джейма. Ну и вот это отличная позиция. Есть первый минус. Второго также наказывает. С третьим не полетело. В итоге падает Санжи. Ну и последний бустер с АВП на центре карты. Очень, очень жестко. Хаву, несмотря на то, что по таймингам все было настолько рискованно. Здесь, конечно, смогли разобраться, вскрыть все поинты. И как итог это 9-4. Ну и 11 или 10-4. Это будет действительно заявка на победу. Ты понимаешь, что все килл изи в этом раунде со стороны Хаву сделал X7? То есть он успел побайтить под Б, прийти к тиммейтам. То есть настолько долго ВП сдерживали мориками. И у них все было замечательно. Но вот кикер-то один, к сожалению, все это дело оборонял. У тиммейта вообще не залетело абсолютно. Ну и Хаву большие молодцы. Пока что действительно творят ту самую сенсацию, я тебе скажу. Тут главное не отпускать. Потому что мы помним, как СВП, да, было на трейне. 11-4. И вот тут ты думаешь. Они в итоге проиграли на топах, да, всего лишь там на один раунд уступив. А что если бы половина закончилась в 12-3, да, допустим? Могли бы они, возможно, победить. Сейчас бы вообще не парились и закончили бы 2-0. Вот Хаву надо сейчас ловить себя на этой же мысли. И добирать абсолютно все раунды. Потому что в УП полком экономики нет. Если вы так легко берете девайсные, то раунды с пистолетами вообще как семечки можно щелкать. Первая строчка по энтрекеламу X7. На втором месте Джейм. Ну и в последующем три игрока. Также финской команды. Давайте смотреть, что по ресурсам сейчас у Virtus.pro. Здесь Тикер-то неплохо отыграл свой рубеж. Но тиммейтов не хватило однозначно. Я так понимаю, пауза будет от ВП. Но там денег так, знаешь. То есть, я так понимаю, немного осталось. Сявик подсейвили один. Но это все такое. То есть закупиться прям мега достойно вряд ли у них получится. Но при этом еще 4-9. То есть, это вот момент, как с Хаву и Инферно, да? Где ты вроде можешь сыграть Эко, но тогда тебе придется надеяться на то, что ты вот точно возьмешь последующие раунды. Здесь ВП, возможно, проявит себя немного с ценой стороны. Мы видели уже раунды, где вроде Эко, вроде что-то и покупают. Хотя нет, смотри, нормально. Да, там есть, конечно, Траблова, но Санджи Юмп. Один Фамас имеется. Два даже Фамаса. Но в целом по гранатам все здорово. Вопрос, как их применить. Пока что поджимы шарта особо не помогали. И гранаты тоже, не сказать, что прям летят очень жестко. Наверное, стоит жать Т-шку, как ты говорил до этого. Много импакта может это давать. Но пока что для Джейма пик мидла. И, кстати говоря, очень опасный. Он в таком тайминге влетает. Сейчас будет игрок с пальмы как раз-таки выходить. Или ноль можно выцелить. Но не подставляется Зори. О, все-таки будет. Будет пикать. Переигрывает Джейма. Важнейшую дуэль для своей команды он уже забрал. Ну и теперь без снайперской винтовки. Что делать в Virtus.pro? И киндер нас три атаки. Санжи вроде как греет гранату. Ну, такая шикарная позиция у Эриала. Я думаю, что если киндер будет открываться, то это автоматическая смерть может быть для него. Там еще и слове. Рыщет в поисках тех самых фрагов. Очень тяжело. Пока что. ВП вот эти погибают. Тот самый киндер. И знаешь, что его сейчас убило? Тот самый молик, в котором выходил. Чуть-чуть урона не хватило. Кикер все-таки разменялся. Но ждет ли снайперскую винтовку мидли? И вот в чем вопрос, потому что Зори уже пикает, отворачивается от флешки, еще от одной. И в итоге про жим тэшки случился в эту же секунду. Бустер понимает, что это точно не база Б. Дает колл тиммейту. Но Санжи не контролит лонг. Вон в чем проблема. И как он все это принимать должен? Может, ВП вообще на сейф отойти? Я не знаю. Но мне кажется, тут уже не ретейкнут просто. Да, такое не ретейкнуть. К сожалению, для ВП в итоге даже снайперскую винтовку, наверное, не подобрать. Нет, все-таки устремляется Бустер в том направлении. Но Эрил... А, Эрил ее забрал. Все. Так и Санжи погибает на длине. Ну и остается только постараться засейвить два девайса. 10-4. Хаву на решающей карте. Да, за сильную сторону. Но уже набрали такой хороший задел. Виртус Про будет тяжело. Набрал в первую очередь Зори. Я тебе хочу сказать. Потому что... Я не знаю. У нас как-то на турнире. Вспомните предыдущий день. Да, когда Пойзон. Помнишь, у нее не летела первая карта. Я такой, да что это вообще за снайпер? Как он попасть не может? И потом две остальные как шикарно отыграл. Вот у Зори подобная история. Начинал с 0-0-7. С ракет набил на троине. Ну, в Инфермо мы забудем. Там окей. И на Дасте реально переигрывает Джейма. Хотя для меня Джейм является намного более таким жестким снайпером по сравнению с Зори. То есть Джейм для меня это прям, ну, в какой-то момент лучше снайпера с НГ. Но сейчас как сильно Фин действует. И в итоге такой раунд, знаешь, который может Хава залететь бесплатно. Потому что они сейчас покупают плетки. И вот дать один килл через двери. И ты уже практически победил. И вылететь бы при этом. Дадут ли только? Такое мы видим в последнее время крайне редко. Причем один игрок только. Нет, все. Продвигает и хикерт. Под Б у нас в атаке один игрок. Попытка Атериала первую респу реализовать не получилась. Потерял половину ХП. Ну и Джейм с Авиком забирает под себя Шор. Кстати, действует постоянно мобильно. Пытается куда-то смещаться, угадывать. Но вот Финов прочитать крайне тяжело в этом матче. Действительно. Но пока контроль, пока и читать особо не искала. Тут главное искать для себя вот эти открытые коридоры. Куда-то можешь запушить, собрать инфу. Потому как если ты сидишь без информации, отдавая длину там, мид и так далее. Это все очень печально может закончить со стороны КТ-сайта. И главное, что панфрагов особо нет. То есть Джейм там потеет. Мы видели статистику, но не хватает. То есть все равно. Если вспомнить предыдущие карты, там все было по-иному. Здесь у Хаву имеется Икс Севен в первую очередь. Который под бетом энтри может найти. Зори, который в мидре постоянно отстреливает. И в принципе у них все замечательно в этом плане. Ну и по гранатам есть преимущество. А почему занимает мидл весьма комфортно. Ну и планирует тут уже создавать дилемму. Либо выход на точку А через зигзаг, либо сплит базы Б. Я думаю, что будет сплит Б. Закрыли Сити. Стянули и киндеры сюда. Ну и 35 секунд остается в раунде для Хаву. Вот так вот паровозиком бесшумно уже проходят в сторону дверей и очка. Ну там такие-то необычные позиции, да? Вдвоем примерно находятся игроки ВП. Кстати, очень важный фраг от Якиндера. Тут же размен поступает. Кикерт реализовывает свой АК. Пока что в большинстве находится Виртуз Про. Не справляется Бунстер. Забирают Кикерта. Ну и Хаву полностью забирают точку. И сложнейший ретейк для ВП. Но есть рефлешни на самом деле. Игрок сейчас, который идет через верхнюю темку. Отсюда можно что-то попытаться найти. Это тот самый Санджер. Сколько раундов для команды. Он сегодня спас, особенно на карте Датрейн. Пытается найти Зори. Немножечко не справляется. Боже мой. Зори горит. И до конца догорает. Ты посмотри. Пытался килл найти. И в итоге у ВП теперь есть перспектива на выход для ретейка. Открывается Санджер. Первым номером погибает. Джейм тут же играет на размене. И 15 секунд на таймере. 5-7 в деле. И можно отправляться в сайт. Джейм пытается играть на время. Понимая, что оппонента может просто в таймер. Не хватит 7 секунд. Джейм либо сейчас килл. Либо это 11-4 и финская команда выходит в тотальную доминацию в рамках первой половины. 11 в атаке. И Хаву сейчас не хватает всего 5 раундов для того, чтобы выкинуть ВП на последнем месте и пройти дальше по нижней сетке. Это будет такая сенсация, если они дожмут. Да, пистолетный раунд берете, серию и у вас есть вообще чуть ли не 100% сделать это. Будем надеяться, что Virtus.pro сейчас нам продемонстрирует свою эффектную атаку. Ту, которая была против матча в Na'Vi. Это действительно было на загляденье. Как они вот обманывали, как они вот спрятали свои фишечные раунды, перетяжки, фейки. Все это мы ожидаем сейчас от Virtus.pro. Но пока что Хаву, опять же, дилемма в голове. Нужен ли нам вообще саппорт в целом? Потому что в целом на Дасте можно на мужика, знаешь, так закупиться с кучей кевлара, лететь в миддл, собрать инфу. Но вот метва я замечаю на Дасте не закупать киты. То есть нам это показывали ВП сегодня и Хаву. И в целом очень много команд это демонстрируют. И тут, видимо, от ВП будет контроль мапы. Втроем пока что через Т-шку отправиться в нижнюю. И там миддл близкие дистанции пикать одно удовольствие. И главное, что бустеру дали 5-50. Вот от этого игрока многое зависит. А бустер сегодня действительно хорош по стрельбе. Хаву тем временем двоих отправили на лонг. Стак все-таки на центр карты и точку Б. И киндера уже сбривают. И с большинства начинается раунд для финского коллектива. При этом Virtus.pro очень разрозненно действует. Они пытаются какие-то найти перестрелки для себя под бустера. Никто подставляться не собирается. В соло через банку, возможно, будет действовать Санжи. Ну и каково решение? Чуть больше минуты на таймере. Судя по тому, что кикер покидает Т-шку, это либо будет прям давление в миле, либо выход все-таки на E-сайт. В идеале вообще пройти с лови, знаешь, чтобы оставить игроков финской команды без информации. Ну, они его не убили, но типа отправили под B. И в итоге угадывают. Потому что на противоположном сайте всего два игрока. И на самом деле X7 с USPA, конечно, хорош, но там две флешки прилетят. Вот в чем дело. И по идее, как и снайпер на этой позиции, ты в блайнде просидишь пару секунд, как минимум. Смок полетел. Первая света шумовая. Будет и десант от Джейма. Вот что тоже интересно. Потому что в таком достаточно коварном поинте. Да, полетел. Будет принимать перетяжку с базы B. И это ротация сплит B. Но вы не угадываете ВП. Тут же три игрока. Три идеальной опорной позиции. Слове начинает из себя батить. И тиммейты понимать, что все смеют лотерию СПА. Начинают встречать все это дело. Первая голова залетает. Подключает сюда еще и Зори. И как итог Джейм последний. А времени не ма. Один в три. Знает позицию. Да и Зори ставит точку в раунде. Просто феноменальная стрельба с ЮСПА. Ну и Зори, конечно, в ударе. Пока что претендует на MVP данного матча. Красиво. Ну, тут на самом деле ВП сами себя переиграли. Но нам легко говорить, потому что мы не видим мини-карту. То есть на самом деле, ты представь, если бы тут было два опорника. Но они бы залетели, так же бы их сберили и поставили бы плент. Но не тут-то было. И в итоге никакого форса мы не увидим. 5-5-5. И этот прематчик официент на команду Virtus.pro. На основного фаворита данного турнира, который сейчас могут вылететь. И целых четыре раунда для Хаву. Значит, целых. Потому что, ну реально, если начнется камбэк как на троине, тут, конечно, будет жаришка. Но пока лишь пистолеты. И по логике вещей, Зори и компания за тринадцатый уже должны цепляться. Да, вот следующий будет основной. Возможно, чуть ли не единственный для Virtus.pro, когда нужно расчехлять все свои страты, все свои умения, все самое лучшее, сумасшедшую стрельбу и пытаться возвращаться в этот камбэк. Да, это сделать непросто. Финны сегодня просто божат. Такого, если честно, я от них не ожидал. Я понимал, что вот что-то, что-то предчувствие какое-то было, да? Но действительно, огромные молодцы. Характер, воля к победе. Все это присутствует сегодня на высшем уровне. Однако, Мишки с пистолетами, хорошо, я тебе скажу. Энтри они уже на лонге нашли. В принципе, если добраться до установки планета, там в ритейках разное бывает, знаешь ли. То есть я как-то видел, что как Глоки выиграли полноценный девайсный практически, просто залетев на базу Б и поставив бомбу. Здесь подобная история, конечно, может быть, но Зори избирает крайне дефолтную позицию. То есть она отправляется на гусь, и вот ее проходить тяжело. Тиммейт сейчас станет просто на подъем. О-ху-ху! Х7! Это что за спрей такой? Он с Эски только что засправил троих, которые были там справа и слева. Как у него вообще получилось это сделать? То есть с обычной М-ки, знаешь, можно, потому что там спрей так обширно летит, и ты в теории можешь всех убить. Но тут Х7, это, конечно, что-то невероятное. Ты глянь. Вот он спрейдаун, и вот такие бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам! Все попадали за 0 секунды. И опасный раунд от ВПС захлебнулся просто одним спрейдауном от финского игрока. Получается бэм-бэм-бум дал, и все. 13-4. Ну а вы, дорогие зрители, принимайте участие в розыгрыше от Parimatch в честь большого количества турниров. Акция с призовым фондом в 20 тысяч долларов. Залетайте, делайте ставки, соревнуйтесь, и, возможно, именно вы станете счастливчиком, который зафармит себе хорошую сумму денег. Но ВП пока что играют чисто в дефолт. Один игрок чекает мидл и поджимы с коробки. Кстати, чекает ли, потому что Зори уже прошел через боксы. Возможно, Хавы решили сыграть нагло, чего не хватало в некотором моменте для команды Virtus.pro. Просто каждый такой поджим может закерить раунд. Если ты убиваешь, допустим, Санжи, это настолько будет смуту в ряды ВП. То есть им надо моментально выходить, потому что по ним есть инфа. И это, конечно, очень сильно подвергает их риску. Но пока что Хаву тоже особо не трогают с путей. Интересно, поджим с мидла. Был кикер, задоджил флешку, но он теперь прекрасно понимает, что два мидл. И должен подозревать, что в случае чего будет быстрая хелпа под базу Б. Тем временем, меньше минуты на таймере. И все 10 игроков на карте живы. Virtus.pro готовит выход под Б. На центре оставили кикерта. Но тут Слоуи со скаутом. А есть молотов, который можно круто откинуть сейчас и застопорить атаку. Что, в принципе, и происходит. Приходится делиться команде vs. Pro. Правда, Джейми уже прошли. Отличный фраг от Эриала со Слоуи. В большинстве численном находится Хаву. Полетел молотов. Вот ретейк точки Б. Даже в преимуществе не всегда это легкая задача. Но имеются две флешки, Китис. Слушай, тут единственный момент. Были бы эти флешки условий. Потому что он со скаута. И вот как ему выходить конкретно от ретейка, я не знаю. Видимо, попытаются найти пиков, но бегут через Т-шку. Все правильно делают. Я думаю, Слоуи тоже было бы неплохо туда направиться. Вот один с дверей, другой с окна. Двое с Т-шки. Абсолютно со всех сторон будут давить. И много здесь зависит от Санжа. Потому что тиммейты погибнут, скорее всего. И он может остаться здесь последним. Джейм. Идеальная позиция на один. Минус. Но не хватает его абсолютно. Егиндер дает размин и проходит Санжара. Егиндер последний. Какие головы от него? Но Зори убивает оппонента. И у него хватает времени на дефьюз. Четырнадцатый для Хабу. Два раунда до победы. Два. Как начинался трейн? Ты помнишь? 8-0 было от ВП. Потом 10-2, если я не ошибаюсь. И все в чате, наверное, думали. Там, по-моему, наверное, кэп на манче, знаешь, было около пятерки. И по итогу, что творится вообще на этом турнире? Какую игру шедевральную показывают аутсайдеры? Очень необычные матчи. Действительно, андердоги просто творят нечто. И это не может не радовать. Конкуренция есть. Все хотят побеждать. Все хотят подниматься в рейтинге. Зарабатывать больше денег. Это круто. Нет такого, знаешь, что вот одна команда или две на протяжении полугода всех наказывает. Наконец-то мы дождались этого. Очень такая гибкая мобильная статистика. Постоянно кто-то меняется в строчках. Первое место там то одни держат, то другие. Это круто. Ну, это, знаешь, это везде происходит. Но на данном турнире это прям сконцентрировано, знаешь. То есть я вот смотрел квалификации. Там Гавласту те же. Там были, конечно, апсеты, но их было не так много. А здесь как бы в каждом матче такой пот. И главное, знаешь, что там дают на команду КФ5. Она все равно борется и очень жестко себя показывает. Это прям красиво. И это дает осознание, что вот такие команды, которые застоялись уже в топе, им надо работать над собой. Потому что новички хотят вас подсидеть и ваше место забрать себе. Ну, а пока что важнейшее девайсное для команды ВП. Перезакупиться все-таки получилось. Скаут от Джейма. Четыре калаша. И, возможно, будет дуэль на зигзаде. Слове подловить бы здесь. Но он отходит на нормальную позицию. У финнов есть под контролем длина. И пассивные позиции по базе В. Под флешку Кикерт не получилось открыться. Три игрока от Хаву ответственные за А. Двойка стоит на Б плотно. Бустер у нас также находится в верхней Т-шке. И, я так понимаю, Вертус Пробус готовы залетать с двух направлений на Б. Да, это условие найти худохаляву через смачки. Кстати, Зору уже забрали. Тут же без проблем и падает Джейми. Ну, похоже, что это легкий пятый для ВП. Не так давно был матч у Вертус Прой. И они, по-моему, дали камбэк со счетом 3.12. Было. Или 3.15 даже. Нет, 3.15 это было, да. Это на другом трюнере. Тут они против Форзе, если не ошибаюсь, 15.8 был еще. Или 15.9. Ну, ВП, да, они, слушай, они возвращаться умеют, безусловно. Но это Даст надо понимать, что все-таки... Ну, не знаю. Мне кажется, вот у Веропасса она более такая тактическая карта. И там реально вот можно переигрывать из раунда в раунд. Вот на Дасте тут просто бывают хайлайты некие. Тут просто есть момент рулетки. Вот, допустим, Лонг, да? Ты вот идешь Лонг, сражаться 4 на 4, и ты никогда не знаешь, чем это закончится. Там команда с пистолетами иногда может тебя вынести. Где-то может стак сработать и так далее. Поэтому ВП надо прям максимально не ошибаться. Но сейчас они подчистую выбивают экономику Хаву, вгоняя их в такую долговую яму. Это, по идее, может быть такая. Серия хорошая достаточно. Сейчас финны должны форсить, чтобы наработать лутстрик. Этот раунд они отдадут. Ну и следующий. Кстати, у Зори 7 тысяч. А, все-таки Скаут не стал брать снайперскую винтовку. По 250 у Эриала. Дигл у Х7. Ну и Джейми тоже купил себе не дефолтный пистолет. Только Слоуи будет работать с Юспом в данном раунде. Это 20-й. Ну и поджим нижней Т-шки. И Киндера здесь можно, в принципе-то, и наказать. Сверху справляется. Со вторым нет. Плюс это... Плюс АК-47. Эриалу бы отнести. У него армор как раз-таки есть. Но тут, тем временем, душат Экс Эвана. Пятняга. Ну хотя, слушай. Такое ощущение, что его могут недопроверить немного. Ой-ой-ой, ВП. На какие грабли вы сейчас наступите? Ты понимаешь, что Экс Эвана может тут сделать все? Он пока что выжидает. Но он же услышит, когда смоки полетят. Там все будет раскрываться. Он под точкой. И может найти минимум один фраг. Сейчас открывается. Увидит Кикерт. Увидит два затылка. И тут главное грамотно попасть. Они врият еще. Как же удобно стоят. Ну да, Лайк Севан. Одного хотя бы надо щелкнуть. Пытается максимально жестко нацениться. Одного сносит моментально. Второго накалил. Добить так и не получилось. Но тиммейты стягиваются на точку А. И ты подарил им те самые важные секунды. А тут тебе и калаш и скаут. Ну и ВП естественно отходят назад. Однако в спине их может перехватить Эриал. Ну вот решил все-таки через шорт играть. ВП уже на центре карты. Они понимают, что раз все так было плохо для них, в спине был игрок, то по ним есть абсолютно вся информация. Стягивается Джейми на центр. Проходит под точку Б. А Виртус Про еще хитрее. Они идут на шорт. Но они не знают, что здесь Эриал с трофейным АК-47. Который может просто здесь такую грязь наделать. Уже забирает двоих третьего. Без проблем. И как итог, Эрил с тем самым АК-47 тащит раунд для Халла. Ой-ой-ой-ой-ой. Я не знаю, если в чате еще остались фанаты ВП, которые не побежали за успокоительным, за второй порцией, то обязательно поддержите коллектив, потому что сейчас у них начинается очень тяжелая история. И я понимаю, что ВП на самом деле, пускай даже очень жесткая команда в плане морали, в плане дисциплины. Это показывают их камбэки со счета 15-9, со счета 15-3. Но сейчас они в шаге от вылета с турнира. И Хаву имеют целых 10 попыток для того, чтобы закончить данный матч в основное время. Начинается все весьма активно, на длине, которая отдается под Хаву. Но ВП есть некие раунды с лонгом, где они могут выйти, знаешь, где-то там на минуте, удивить. И, в принципе, это более чем может сработать. Но мы видим, что Хаву обычно пытаются на двух стульях усидеть. И, занимая лонг, они еще и по шарту информацию часто собирают за счет снайпера. Действует мобильно. В принципе, ребята понимают, что из 10 попыток-то одну, скорее всего, возьмут. Без какого-либо мандража. Стягивается Зори под Сити. Ну вот у Х7 MP9. Эрил поблизости. Прилетает флешка. И Киндер не стал под нее ликать. Вот Джейм нашел минус. Сейчас Virtus.pro в большинстве. Но как пройти Джейми с Калашом, если прилетит флешка от тиммейта? А вот и она там все вред! У-ху! Джейми, какие фраги! Фраги 2 он в итоге оформил. И Джейм на пару с бустером остается абсолютно в соло. Против целого сквада финских людей. И ты посмотри, как бомба лежит, как наблюдится. По итогу Джейму надо как-то все это дело переворачивать. Но Хаву играет в дисциплину. Перекрестный огонь. Рядом Эйрел. Летит зажигательная граната. И ВП, по-моему, будут на турнире еще около 30 секунд. После чего должны вылетать, если не случится чего-то прям бесповоротного. Да, на самом-то деле, если честно, уже не верится. Понятно, что Хаву такую ситуацию отпускать не намерены. 20 секунд. Весокий последний фраг. 16-5. Более чем уверенная победа от Хаву. Для многих это сенсация. К сожалению, команда Virtus.pro, которая провела первый феноменальный матч. Подарила нам невероятные эмоции против команды Forza. Уступили второй матч подряд и вылетают. И это просто жесть. Команда Хаву. Организация Хаву. Которая стоит на Рубиконе между Тир-2 и Тир-1. Долгое время ничего не получается. Куча сквадов. Куча различных составов. Казалось бы, Virtus.pro. Команда, которая показала лютый перформанс. Команда, которая занимает пятую строчку рейтинга. Команда, на которую возлагают огромные надежды. Покидать турнир на последнем месте. Но Хаву сегодня вытворили что-то невероятное. И самое главное, что в принципе по раундам, наверное, ВП смотрелись более уверенно. Ты вспомнил Трейн. Должны были они забирать? Должны. Инферно взяли вообще в одну калитку. Но Хаву за счет того, что боролись до конца и потели в самых сложнейших ситуациях. Они сумели отыграть первую мапу. И на решающие показали себя крайне достойно. А как итог, X7 Aerial и компания огромные. Молодцы. Куча килов у этих парней. Они проходят дальше. Но для Virtus.pro, к сожалению, этот матч оказался последним. Но у нас сегодня есть еще один матч. Поэтому не расстраиваемся. Есть небольшая пауза. Во втором сражении Би и Джи будут играть против команды ЕГЭ. Поэтому ждем Counter-Strike. И буквально увидимся минут через 10. Ситуация один в один. Надо что-то делать. Хэдшот. Отлично. Кулаки тиммейтом. Продолжение следует... Париматч. Играют они, побеждаешь ты. Редактор субтитров Т.Горелова. Субтитры сделал DimaTorzok